Всем привет! Меня зовут Кузнецова Светлана. Продолжаю работу над шарнирной куклой. Работаю с запекаемой полимерной глиной. Вы можете выбрать любую марку запекаемой или самоотвердеваемой полимерной глины, с которой вам удобнее работать. В этом видео я делаю предварительную сборку куклы для того, чтобы проверить действие шарниров. Полимерная глина прошла полную термообработку, шлифовку, но полировку на данном этапе я еще не делала. Решила сначала проверить шарниры, мало ли что придется подтянуть и подклеить. Для предварительной сборки совершенно необязательно использовать кисти и стопы. Я предпочитаю собирать основные детали, чтобы как следует рассмотреть все ошибки, если таковые имеются. Мне гораздо проще найти погрешности в бедренных, коленных, локтевых и торсовых шарнирах при отсутствии кистей и стоп. А все из-за того, что при постановке шарниров кисти или стопу можно допустить асимметрию. И при сборке целой куклы долго искать проблему и не понимать, почему кукла может стоять только в какой-то нелепой позе. Хочу сразу отметить такой момент, что при отминании куклы в какие-либо формы, будь то гипсовые или силиконовые, приходится постоянно кисти и стопы лепить заново, потому что при отминке полимерной глины даже в силиконовые формы недостаточно прорабатывается детализация и проще слепить заново кисти или стопу, нежели дорабатывать шкурками и другими материалами. Чтобы собрать куклу, я использую резинку круглого сечения. Хочу заострить ваше внимание на том, что диаметр резинки подбирается в зависимости от высоты куклы. Чем крупнее кукла, тем, соответственно, больше диаметр резинки. Я использую резинку диаметром 2 мм. И такая резинка для куклы высотой почти 40 см оказывается очень слабой. Она не обеспечит необходимого натяжения, а значит кукла не сможет держать заданные позы. Поэтому, когда я буду полностью собирать куклу, то есть делать чистовую сборку, я возьму резинку диаметром не менее 3 мм. Также при предварительной сборке необходимо выявить, насколько верно были сделаны прорези в шарнирах. Иногда такие проблемы, как самопроизвольное сгибание коленей и локтей, а также невозможности выпрямить конечность до конца, но это когда шарнир остается чуть-чуть согнутым, словно что-то мешает его выпрямить. Такие проблемы в основном связаны с неправильно сделанными прорезями в шарнирах. Лечится обычным углублением этой прорези или смещением центра. Дайте резинке больший ход по прорезям в шарнирах и тогда все будет отлично. Обычно сборка производится при помощи двух или трех отрезов резинки. Для чистовой сборки я предпочитаю использовать три отреза, но для предварительной сколько отрезов будет без разницы. Один отрез резинки должен проходить от кисти до кисти, два других проходят от голеностопных шарниров до головы. В чистовом варианте в шарнирах локтей, простите, кистей и стоп устанавливаются металлические перекладины, которые соединяются с резинкой при помощи металлических крючков. И перекладины, и крючки я изготавливаю самостоятельно из обычных шпилек для волос. Предварительная сборка также помогает выявить особенности материала, из которого выполнена кукла. Тем более, если вы с этим материалом работаете впервые. Запекаемую полимерную глину я выбрала из-за того, что этот материал, как любой ПВХ, остается пластичным после полной термообработки. То есть материал сохраняет небольшую упругость, что позволяет шарниру крепче держаться в шарнироприемнике. По сути дела, между шарнирами и пазами возникает очень хорошее сцепление, благодаря которому в деталях совершенно не обязательно проклеивать шарнироприемники. И предварительная сборка как раз поможет понять, стоит ли производить проклейку или нет. Проклеить пазы под шарниры иногда стоит, иногда нет. Это вы уже должны решить для своей куклы самостоятельно. Мой опыт подсказывает мне, что пренебрегать проклейкой не стоит в случаях, когда полимерная глина не обладает пластичностью после полной термообработки. Некоторые марки полимера после обжига становятся очень твердыми и не имеют пластичности. Пазы под шарниры из таких материалов лучше всего проклеить замшей или хлопком. Также проклеить шарнироприемники стоит в том случае, когда вы делаете крупную куклу, у которой детали с толстыми стенками. Или же это непропорциональная кукла с очень длинными ногами. У меня как раз такая и вышла. Также в проклейке нуждаются куклы, у которых диаметр шарниров немного меньше диаметра шарнироприемников. Такое тоже бывает. Конечно, есть много разных причин, требующих проклейки пазов под шарниры. И предварительная сборка поможет определиться. Маленькие куколки обычно не нуждаются в проклейке шарнироприемников. Я сейчас говорю только о запекаемой полимерной глине. Если вы выбрали для себя материалы, которые высыхают на воздухе и не можете решить, стоит ли проклеить подзы под шарниры, исходите из свойств вашего материала. Но мой опыт опять же подсказывает мне, что шарниры у кукол из таких материалов требуют дополнительного сцепления. В качестве прокладочного материала можно использовать клей из клеевого пистолета, замшу натуральную или искусственную и, конечно же, тонкие хлопковые нескользящие ткани. Напоминаю, что в моем магазине на сайте ярмарка мастеров идет распродажа фарфоровых шарнирных кукол. Цены невероятно низкие, а все из-за того, что мест в витрине для кукол уже нет. А хранить в коробках жалко. Лучше пусть мои куклы будут радовать своих хозяев, чем лежать во тьме и забытье. Ссылку вы найдете под роликом. Там же имеются ссылки на инстаграм, группу вконтакте и донаты. Не забывайте писать комментарии. Для меня очень важно знать, все ли правильно ли я делаю, а то складывается такое ощущение, будто я выбрасываю свои знания в пустоту. Ну а вам удачного творчества. Пока-пока.